Мы столкнулись с ними, безусловно, в полном объеме. Мы IT-компания, крупная IT-компания, поэтому многие из вопросов, которые сегодня будут в повестке дня, мы имеем некий свой опыт. И, наверное, для затравки я прежде всего представлю наших участников сегодня. Это Рустем Хайрединов, первый вице-предитент Инфоочи. Очень приятно. Дмитрий Иванов, основатель Ассоль Клау. Сергей Голованов, ведущий эксперт лаборатории Касперского. И в ближайшее время к нам присоединится Алим Бешенов, управляющий партнер Бешенов и партнеров. Итак, господа, я прошу вывести презентацию для затравки от HeadHunter. Расскажу наш кейс, как мы справлялись и почему. Он у нас нестандартный кейс. Как мы справлялись с коронавирусом, с ситуацией кризисной. Думаю, что опыт выглядит немного нестандартно по отношению к другим компаниям. Но вот мы для себя назвали все, что происходило, да, такой карантинный челлендж. Почему? Потому что на самом деле, на самом деле, мы успели переехать и запустить полностью офис в безопасной инфраструктуре всего лишь за полтора дня. То есть тысячи человек, распределенных по Российской Федерации и странам ближайшего зарубежья, были мобилизованы, перевезены, у них были организованы рабочие места, у них были соответствующие инструкции по поведению, как регистрироваться, куда бежать, что делать, кому звонить. Дополнительные каналы связи и коммуникации были организованы все за полтора дня. Ну и перестроили мы безопасность процесса мониторинга. В чем же секрет, да, то есть неужели мы такие действительно хорошие? Да, но нет. Скорее, здесь сработала паранойя руководителя, то есть меня, да, то есть в области безопасности. И у нас просто были заранее подготовлены все планы на чрезвычайную ситуацию подобного типа, прям сильно заранее. Ну и еще одним, наверное, важнейшим моментом, это то, что мы исповедуем в HeadHunter сервисную модель информационной безопасности. Мы с бизнесом стараемся быть не шлагбаумом, не запрещающим фактором, да, стараемся находить возможности и решения для бизнеса работать безопасно. В связи с этим у нас не возникает вопросов при согласовании сложных планов, сложных каких-то вещей, да, то есть воспринимаем, нас воспринимают как часть бизнеса, да, а не как такой уголок обычно, да, то есть отделенный в компании за семью замками, да, с которыми тяжело коммуницировать. В результате, в связи с сокращением коммуникации, в связи с тем, что нас понимает бизнес и доверяет, что очень важно в таких условиях, удалось всего лишь за полтора дня выполнить, ну, безумно большой объем работы. Безусловно, мы столкнулись с огромным ростом атак в сторону компании. Почему? Понятно, что для мошенников сейчас созданы идеальные условия для того, попытаться каким-то образом свои цели преследовать, потому что инфраструктура распределена, распределена стала, да, то есть контуры безопасности стали гораздо более размытыми, чем раньше, да, то есть офис для многих стал уже внешним местом по отношению к дому. И, безусловно, основные вот паттерны, которые мы увидели, это фишинг по отношению к работодателям нашим, то есть к нашим клиентам и к сотрудникам компании. Фишинг просто множится гигантскими темпами, каждый раз новые кейсы, возникают новые интерпретации уже старых известных кейсов, и очень тяжело от них защищаться, потому что фишинг – это одна из самых полезных атак, которые бывают на бизнес, да, то есть она все-таки основана на принципах социальной инженерии. Создание фейковых регистраций, ну и телефонное мошенничество, то есть очень много у нас вот социальной инженерии на сайте появилось, но поскольку у нас есть, мы давно работаем, у нас есть уже уникальная система антифрода, самописная, да, то есть не сказать, чтобы мы сильный провал имели в реакции на такие события, скорее стало гораздо больше объем работы, и некоторые сотрудники вынуждены работать круглосуточно. Ну, вот немножечко про взгляд в будущее, про рынок труда, и в том числе про рынок безопасности, да, то есть базовая реакция на все кризисы до этого у большинства людей, у большинства предпринимателей, у большинства бизнесов это было резкое сокращение штата, резкое сокращение персонала. Причем начинали резать обычно с подразделений, которые, ну, мало, не то что мало важны, не участвуют напрямую, да, то есть в генерации цепочки ценностей. Кто-то из маркетинга страдал, одет кадров подсокращался, да, то есть какие-то административные подразделения сокращались. То есть кризис же текущий, который у нас сложился, совершенно другой. Большинство предпринимателей, большинство бизнесов стараются максимально возможными способами сохранить штат и обойтись без увольнения, перевести людей временно на удаленную работу, да, перевести их в другую компанию на договор ГПХ, то есть любые варианты, чтобы не терять персонал. Почему? Все осознали, что найти человека, онбордить его, да, найти талантливого человека, это безумно дорого, рекрутмент безумно дорогой, особенно в условиях постоянного роста конкуренции, да, то есть избитая тема с тем, что мозги утекают за рубеж, потому что вдруг наши компании осознали, что мы конкурируем не внутри российского рынка, да, за специалистов, а внутри мирового рынка, это совершенно другая ситуация. И вот люди, да, то есть сейчас стало все-таки, как ни странно, одной из основных инвестиций, которую бизнес будет продолжать, мое мнение, делать. Мы обратили внимание на то, что стало больше, то есть некий паттерн поведения в сторону аутсорса процессов, да, то есть стараются аутсорсить именно процессы не людей. Бюджеты, безусловно, безусловно, будут сокращены. Уже сейчас, да, мы приближаемся к ситуации, которая была в прошлой кризисе, когда многие просят, а давайте бесплатно, мы не факт, что будем платить и так далее. Это однозначно повлияет на рынок безопасности в том числе, да, то есть и сервисов, и продуктов. И если вовремя не реагировать, то есть не использовать опыт прошлого, скорее всего, многие компании могут на рынке пострадать. Ну и кооперация всевозможная с подрядчиками, с контрагентами, всевозможные партерные сделки, взаимопомощь, да, то есть какие-то вхождения в связки, нестандартные, которые раньше были невозможны. На этом, наверное, все, господа. Мы все попали в новый мир, уже новая реальность, безусловно, да, с совершенно другими условиями существования. Как вы считаете, да, то есть, поскольку диалог, я предлагаю, открытый, да, правило свободного микрофона, с учетом изменений и новой реальности, появятся ли и появились ли уже новые угрозы? Новые угрозы и в области информационной безопасности, и в области технологической, да, то есть, на которые нужно достаточно быстро реагировать. Понятно, что сейчас выиграет тот, кто быстрее всего адаптируется. К чему адаптируется, как вы считаете? Кто возьмется первое слово сказать? Рустам, может быть, вы? Сейчас, секунду. Как скажешь, ну, новые времена, новые угрозы, это совершенно нормально, и это не первый случай, когда бизнес-фон сменился. Мы помним, мы сначала там жесткий комплаенс в плане, там, допустим, персональных данных, а потом облака, а потом мобилизация со всякими bring your own device. В общем, безопасникам не привыкать адаптироваться под новый бизнес. Ну, вот теперь удаленка. Значит, что касается удаленки. Прежде всего, появились новые и, как всегда, незащищенные инструменты для удаленной работы. Тот же Zoom, в котором мы сидим с вами сейчас. И это, в принципе, нормальный бизнес-подход, что сначала возможности, потом риски. Давайте закроем спрос, а потом будем уже, как бы, заниматься безопасностью. Все мы это проходили, и все мы видели, что происходит с незащищенными Zoom-конференциями, каким-то образом к этому адаптировались. Добавок еще из-за того, что в Zoom переехали многие, скажем так, атакогенные инструменты, то есть всегда, которые любят ломать, теперь они переехали на удаленку. И вот мы, например, защищаем один школьный дневник, да, то есть мы увидели многократный, в разы в 4-5 раз рост атак на просто школьный дневник, который раньше как бы был для нас, ну, таким побочным совершенно объектом защиты. Видели, ну, потому что школьники начинают то ли от нечего делать, то ли для того, чтобы повысить какие-то свои рейтинги, пытаться его поломать и чего-то изменить. Я всем говорю, что мы обычно с химией сероводород в класс приносили, чтобы урока не было. А теперь люди по-другому пытаются сорвать уроки, или там мы лезвием подчищали оценку плохую в дневнике, да, там отцовским, безопасным. А теперь люди хакают, дети хакают дневники. То есть это скрипкидис, это люди, которые просто набрали там в гугле, как сломать веб-сайт и типа пробуют вот эти все техники. Мы прямо видим страшный рост. Это не страшно, потому что как бы даже базовая безопасность это отбивает, но появились такие санитары леса, которые совсем не защищенные сайты, заставляют хоть как-то базово защищаться, и может быть это даже хорошо. То есть ничего серьезного эти люди поломать не смогут, но как минимум заставят людей задуматься о безопасности. Появилась, это как бы первая часть, да, то есть сами инструменты удаленной работы стали представлять большую важность и, соответственно, больше риск при излоге. Вторая часть, это люди, появилась куча людей, которые на самом деле, это мы, такие все цифровизированные люди, привыкли, что у нас офис везде, где присел, там и офис, да. На самом деле огромное количество людей, которые выходила из офиса, выключала компьютер и вообще забывала про работу, считала, что безопасностью должны заниматься безопасники офиса, вдруг стали делать эту работу из дома, получая доступ, в общем, довольно критичным данным. А поскольку дома у них совершенно другие условия, там, ладно, вы им на компьютер поставите какой-нибудь антивирус или там что-то еще, но у них роутер не защищен, у них пароли слабые и так далее. То есть огромное количество задач легло на воспитание вот этих людей, реально вот офисного планктона, которые за пределами офиса никогда работой не занимались. Ну, так, почту-то читают, там, на смартфоне перед сном, и все. Это огромная проблема, потому что, ну, там, кошка, пробежавшаяся по клавиатуре, это, там, одна из угроз, которой никогда в офисе не было, а на удаленке, там, появилась. Или дети, которым надо что-то срочно погуглить, а когда у тебя открыта, там, СРМ-ка с политическими данными. Это прям такой вот реальный бич, и с этим еще придется работать, потому что технику мы можем за полтора дня настроить, а людей мы будем настраивать, там, полгода. Поэтому, грубо говоря, новые вызовы, они, к которым нам не привыкать, они такие. То есть, во-первых, инструменты появились, шибко критичные, и их надо защищать гораздо более внимательно, чем раньше. И люди не такие. И еще я бы отметил, ну, чисто по своей компании, да, у нас в компании мы как бы занимаемся настройкой внутренних систем, да, обычно там DLP, это там глубоко внутренняя система. И внезапно из-за изоляции, перехода на удаленку, у нас оказалось огромное количество удаленных доступов в системы наших заказчиков. То есть, раньше мы никогда не работали с удаленным доступом, только одна сессия, и срочно нужно что-то там запатчить. А теперь у нас практически все инженеры переехали на удаленку, и теперь у нас проблема не только со своими данными их защищать, но и защищать удаленный доступ в чужие системы, которые прямо, ну, у нас реально тысячи компаний отдали нам удаленный доступ в свои внутренние системы. Да, ограниченный, да, это. И пришлось делать прямо отдельное подразделение, отдельный сегмент, откуда осуществляется вот этот доступ. Вот эти три, как бы, вызова я бы выделил, и призвал бы всех над ними очень внимательно работать. Доклад закончен. Понятно, понятно. У меня тогда вопрос к Сергею Голованову существует. Сергей, поскольку, ну, Касперский, известный бренд, известная компания, наверное, уже стала именем нарицательным, да, то есть, вот, какие вы основные изменения заметили в момент роста коронавируса, вот этой вот эпидемии, плюс экономического кризиса, так далее, потому что огромное количество людей, вот, Рустам очень правильно отметил, вдруг столкнулись с тем, что они обязаны, вынуждены использовать цифровые технологии. Раньше действительно проверил почту на смартфоне, ну, как-то, да, теперь изучить Zoom, поставить, а кроме Zoom, Zoom — это самое меньшее из бед. Да, у меня вот больше 15 мессенджеров всевозможных стоит для связи с разными компаниями, да, то есть с разными структурами. Все это накладывает, наверное, большую ответственность, безусловно, на безопасность, но и на людей. Какие вы изменения видите в этом? Да, Виталий, спасибо большое за вопрос. Смотрите, ну, то, что Рустам уже рассказывал про удаленку и там большие, огромное количество открытых торчков, которые появились в компании, это мы точно заметили. И то, что очень сильно заметили, например, когда подключаются по VPN у корпоративной сети, то многие системные администраторы настроили такую штуку, что весь трафик с компьютеров перед домашних передается в корпоративную сеть. Ну и, значит, идея у них была такая, что, значит, вот мы возьмем вот эти компьютеры, весь сетевой трафик под контроль. На практике оказалось, что на домашних компьютерах работают там торренты, там, всякие фильмы, музыка и так далее. И все это пошло, значит, напрямую в корпоративную сеть. И если в компании стояли какие-нибудь прокси-сервера, которые там мониторили все, то это все попало туда. У нас было несколько инцидентов, связанных вот именно с этой историей. Но давайте я, значит, поподробнее буду отвечать на этот вопрос. Я просто возьму и сейчас пытаюсь открыть презентацию для того, чтобы сравнить те цифры, которые у нас были в 2019 году, как эти цифры изменились в 2020 году, и как они очень сильно изменились, соответственно, в эпоху вот этого нашего эпидемии, пандемии и так далее. Итак, ну, то есть я буду рассказывать всю презентацию в трех частях. Первый – просто общая статистика. Затем буду говорить про атаки как фишинга, как вы уже упоминали, то, что массово повалило за последние несколько месяцев. Ну и дальше буду рассказывать истории про инциденты. Опять же, действительно, все безопасники находятся на удаленке. В основном остались только дежурные. И при разборе сложных случаев, сложных инцидентов, реально очень много пришло на телефон. То есть, соответственно, в гермозону не зайти, к серверам не подступиться, людей нет. В общем, все приходится решать там руками дежурно. Ну, в общем, расскажу про это. Итого, за 2019 год есть некие тенденции, которые связаны с развитием региональных программ и угроз связанных с действиями двумышленников. У нас есть такая система, называется «Casper Security Network». Это когда наши клиенты устанавливают наши продукты, у них есть такое лицензионное соглашение на КСА. И если пользователь принимает лицензионное соглашение, то мы каждый раз при обнаружении угрозы антивирусом получаем маленький-маленький пакетик. Соответственно, пакет отправляется в облако к нам, и мы видим, соответственно, что за вредоносная программа, что за фишинговый ресурс был, где он был, ну и так далее. Соответственно, собирается некая статистика. И вот по этой статистике, например, за 2019 год мы увидели, что около 20% наших пользователей столкнулись с угрозой. При этом нужно понимать, что по сравнению с 2018 годом эта цифра уменьшилась на 10%. Эти же цифры уменьшения, например, на минус 50% по сравнению с 2018 года, коснулись и угроз, которые распространены через интернет. При этом, если мы будем продолжать смотреть на эти цифры абсолютно относительно 2018 года, то практически во всех отношениях это будет уменьшение. Ну и если говорить про конкретные угрозы, ну, например, там про шифровальщики какие-нибудь и прочее, то их количество тоже уменьшается в 2018-2019 год. Единственная цифра, которая за 2019 год по сравнению с 2017 годом увеличилась, это количество уникальных вредоносных объектов. То есть это, ну, смотрите, если есть, например, какой-нибудь там почтовая рассылка на клефт с каким-нибудь приложением к письму, вот его берут одно и рассылают вам по миллиону, например, адресат. Соответственно, для нас это будет одна уникальная программа. Сейчас же, учитывая, что одна тенденция на снижение угроз, то вторая тенденция — это на их усложнение получается. То есть количество уникальных объектов, оно увеличивается. Из этого следует вывод, что атаки становятся реже, но при этом становятся сложнее. Это статистика 2019 год, а теперь последние изменения за коронавирус. Итого, за последние несколько месяцев, что у нас случилось? Количество пользователей, которые хоть раз связались с какой-нибудь угрозой, увеличилось на 6%. Количество интернет-ресурсов, которые используют злоумышленники, увеличилось на 35%. При этом максимальное количество, то есть практически в два раза, увеличилось тот самый фишинг, который уже замечали предыдущие спикеры. Да, соответственно, это прямо в два раза. Если мы говорим про тематику этих фишинговых доменов или каких-нибудь других сайтов, которые используют злоумышленники, то если мы говорим, например, про коронавирус, то практически два из трех сайтов, посвященные данной тематике, являются мошенническими, были заблокированы антивирусами. Если мы говорим, например, про атаки шифровальщиков, то их количество увеличилось на 5%. Также очень сильно вырос DDoS, то есть практически в два раза. И также увеличилось, например, количество вредоносных программ, которые участвуют в создании DDoS-атаки, то есть организации бэтметов и так далее. Если говорить про телефонные мошенничества, то, что Виталий тоже уже упоминал, то по данным хоколса, количество мошеннических звонков, например, за апрель и марта, увеличилось на 25%. И дальше продолжает расти, потому что там последнее, то есть там, что читаем в телеграм-каналах и прочее, когда там пытаются рекрутировать злоумышленников, у них тоже проблема с рекрутингом у злоумышленников. Соответственно, они тоже очень сильно активизировались и набирают все больше и больше народа в свои колл-центры, чтобы как раз организовывать эти подобные мошенничества. Если мы говорим про глобальную статистику, то на текущий момент, например, на территории России, число, ну, скажем так, шансы того, что вы встретитесь с редоносной программой, с какой-нибудь активностью злоумышленников в интернете, составляет порядка 20%. Но еще раз, я работаю в компании почти 15 лет, и я помню, что, например, в 2009-2010 году эта цифра была 75%. То есть тенденция на снижение, она как бы сохраняется в последние много-много-много лет. И сейчас вот этот отскок во время самоизоляции, ну, вряд ли он изменит сильно этот тенд. Но еще раз, атак становятся реже, но они становятся сложнее. Теперь расскажу немножко про сложные случаи. Ну, сначала не очень сложные, а потом уже посложнее. Итак, злоумышленники очень сильно следят за новостями. И вот вам примеры нескольких фишинговых сайтов и разводов, которые мы обнаружили в интернете в последние несколько месяцев. Ну, и, во-первых, новости были о том, что, значит, вот, самое начало самоизоляции, значит, все закрыто, нужна компенсация. Ну, и, собственно говоря, появляется очень много сайтов, причем вот это прям прям, прям вообще очень красивый сайт. Ну, и дальше предлагается, что вам положена компенсация. Таких сайтов было очень много, соответственно, они примерно на одну и ту же тематику, и способ развода был один и тот же. То, что вы попадаете на сайт, вам говорят, что да, действительно вам положена компенсация. Для того, чтобы подтвердить, что вы это вы, подтвердить свой счет, куда вам нужно перевести деньги, вам нужно перечислить небольшую сумму нам. Ну, и, естественно, просто так вот, если пользователь на это велся, то деньги ему не возвращались, суммышленники пропадали, сайт закрывался, ну, в общем, все такое. Если мы говорим про, что было дальше, то вот, например, когда объявили пропуска, то, что, там, зайти на сайт, оформить пропуск и так далее, то, соответственно, также появились ребята, которые начали продавать эти самые пропуска. Соответственно, можно было там, типа, сделать справку какого-нибудь работника уже за несколько тысяч рублей и без проблем ходить по городу. Что было дальше? Дальше были штрафы. Это мне тоже очень нравится. Соответственно, штрафы уже были, опять же, в виде смс-ок, и штрафы были такие истории, что вам, если вы выходили на улицу, у вас засекла камера, оплатите штраф. Ну, и дальше, если человек реально выходил на улицу, то, соответственно, развод была очень хорошая, очень хитрая. Ну, и последняя тенденция, это то, что сейчас выросли всякие службы доставки, услуги службы доставки становятся очень востребованными, ну, и, собственно говоря, огромное количество сайтов, которые, собственно говоря, и говорят вам, что вам пришла посылка, вам пришла еда, вам пришло какое-нибудь что-нибудь еще. В общем, предлагается это все оплатить. Это что касается фишинговых сайтов, которые получают все, то есть глобально, то есть не зависит от компании и прочее. При этом нужно понимать, что атаки именно на корпоративный сегмент, ну, то есть на сами сети, на сами компании, оно тоже как бы остается. И здесь есть несколько, опять же, небольшая статистика по миру. За 18-19 лет дальше расскажу про то, что мы видели в последние несколько месяцев. Ну, во-первых, откуда вся эта информация взяла? Здесь уже никакой КСН не помогает. Здесь уже работа, уже команды по реагированию инцидента, то есть люди, которые специально оборудованы, дубликаторы, едут уже заказчику. Ну, и, собственно говоря, я, например, один из таких людей, которые занимаются реагированием инцидента. Ну, и если мы говорим там про 19-й год, то вот страны, где мы побывали, есть, соответственно, там, скажем так, организации, в которых мы были, ну, в основном это финансовые организации, но дальше идут там ГОСы, промышленности и так далее. Если мы говорим о том, что какие там были проблемы уже внутри инфраструктуры корпоративной, то, во-первых, то есть это атаки шифровальщиков, это прям было самое большое число. Если мы говорим про вот этот пирожок за 2020 год, он практически никак не поменялся. То есть шифровальщики, ну, плюс-минус несколько процентов в зависимости от региона. Если мы говорим о том, почему еще люди приезжали, почему вызывали команду на реагированный инцидент, то тут есть два случая, что обнаружен подозрительный файл и подозрительная активность. То есть мы не знаем, что за атака, мы не знаем, что за предоносы, как опроникли, что делают, что хотят и прочее. Но, значит, приезжайте, помогите. Ну и дальше есть еще часть пирожка, это, соответственно, хулиганство, то есть когда там что-нибудь потерли, причем дальше вопрос, сотрудник это был или хакер какой-то из интернет-кома. Ну и подобные вопросы. Ну и если посмотреть на этот пирожок глобально, то в основном реагирование инцидентов, это вот если считать нижнюю часть, это еще ничего не случилось, а уже позвали группу по реагированию инцидентов. Ну и вторая часть, это вот то, что уже что-то случилось, уже файлы зашифровали, данные потерли, рассылки послали, какие-то данные украли, начали требовать выпук, ну и так далее. То есть еще раз, это шанс того, что-то садитесь, которые там по миру, куда мы выезжали, то есть шанс 50 на 50. Мы приезжаем, либо уже что-то случилось, либо еще ничего не случилось, не случится, но вот-вот-вот случится. Если мы говорим про источники атак, что это за атаки на корпоративные сети, кто за ними стоит, то есть тут такой слайд, слайд, и здесь следующее, что в 30% случаев, ну, в 34% мы имеем дело именно с АПТ, это такая штука, когда очень какому-то государству очень потребовалось доступ в сеть, в 35% это атаки шифровальщиков, ну и в 18% случаев это для каждого денежных средств, то есть когда уже злоумышленникам удалось добраться до финансового департамента и сделать транзакцию от лица бухгалтера. Ну и есть такие замечательные пересечения этих кружков, ну, например, 12% это когда злоумышленники очень долго сидели в компании и их почти поймали, и вместо того, чтобы там выводить деньги, они там начинали требовать выкуп. Либо вот есть вообще замечательные пересечения всех трех кружков, это 3%, и такая группа называется Лазарус, которая очень хочет денег, и она берет все, и деньги крадет из бухгалтерии, и файлы шифрутера, и так далее. Причем, как этот пирожок изменился за последние несколько месяцев, очень забавно, потому что все на карантине, и как бы злоумышленники тоже на карантине. Есть такой отдельный, есть один такой класс тип злоумышленников, мулы, дропы и прочее. Это люди, которые уже непосредственно выходят на улицу, подходят к банкоматам и там снимают наличность, или там приходят в банк и по отдельным документам забирают деньги. Так вот, эти люди все тоже сидят дома, тоже на карантине, и поэтому вот эта цифра, например, там 12% пересечения, она очень сильно выросла, и люди в дропы не могут выйти на улицу, а вот биткоины до сих пор продолжают ходить, и поэтому, несмотря на то, что у злоумышленников появилось большое количество доступа в корпоративные сети, монетизация их не доступа к бухгалтерию, и требует каких-то денег через свифт и так далее, а именно биткоины, требует выкупы и так далее. Если мы говорим про источники, как злоумышленники проникают внутри корпоративной сети, то здесь пирожок можно на самом деле разделить на три части. Первая часть – это вот про то, что говорил Рустем, то есть получилось большое количество тарчков, вот проникновение через тарчки – это треть практически всех инцидентов. Причем здесь идет речь про перебор пароля, про заранее знание какой-то учетной записи, и это то же самое проникновение в компьютерную сеть через компьютер удаленного работника. Вот это все, например, за 2019 год – это вот 11%. Также, если мы говорим про истории про фишинга, атаки через интернет и прочее, это вот еще один, это нижний часть пирожка, это, соответственно, тоже около третья. Ну и третья остается на всякие замечательные интересные случаи, которые выбиваются из общих массовых инцидентов. Это вот, например, ошибки конфигурации системы, неполное установление обновлений или частичное установление обновления. И мое самое интересное, самое любимое – это вот эти 6% – это вот зараженный физический носитель. Причем сюда попадают, например, флешки, подбросанные в офис, либо целые компьютеры, то есть такие маленькие компьютеры, либо нетбук, либо RS PrePay, которые люди пооббрасывали в офис компании, которые собирались атаковать. Но сейчас, кстати говоря, за последние несколько месяцев у нас нет ни одного такого случая, потому что, ну, для того, чтобы устроить такую атаку, нужно физически прийти в компанию, а компания закрыта, улица закрыта. В общем, короче, вот в последние несколько месяцев вообще ничего такого не видели. Если мы говорим про средние значения вот всей этой статистики, то время обнаружения действий злоумышленников представляет компания в среднем по миру это 19 дней. Ну и, собственно говоря, 19 дней – это как раз требуется для того, чтобы злоумышленников пройтись по всем критически важным хостам и, например, начать шифрование. Соответственно, 19 дней – это вот только примерно требуется злоумышленников, чтобы разведать всю сеть и начать, например, шифровать. Ну и то же самое, что служба безопасности тоже требуется около двух недель, чтобы обнаружить какую-то подозрительную активность. Если мы говорим про расследование, то, соответственно, расследование занимает среднем тоже где-то 16 дней, ну или две недели. То есть это две недели от начала заявки о том, что обнаружен какой-то гибринцерен и до уже финальной версии отчета о том, что где будет написано, что как злоумышленники проникали, в что хотели, где пароли забрали, какие настройки там конфигурации использовали системы и так далее. Ну и, собственно говоря, замечательная цифра за 2019 год, что злоумышленники, например, более 13 лет находились в корпоративной сети, они делали все, что угодно, только спустя 13 лет службы безопасности организации, кстати, скажу сразу, не в России это произошло, смогли, наконец-то, засечь действие злоумышленников, ну и, собственно говоря, уже команда по реагерным инцидентам все это вычисляла. Ну и как изменилась эта вся история за последние несколько месяцев во время карантина? Все перешло на удаленку и все перешло в телефон, все перешло в телеграм, бесконечное количество, поток фотографий с компьютеров, значит, мелкий шрифт в консоли, который хрен разберешь, значит, человек, который мерзнет в гермозоне и говорит, давай мне команду, которую я должен на этом компьютере набрать, значит, ну и так далее. Ну и, собственно говоря, если там раньше работа производилась, ну, не знаю, в течение нескольких минут, часов, то сейчас это реально занимает несколько дней. И опять же, то, что там Виталий говорил о том, что многие сотрудники работают круглосуточно, это реально, это реально так, реально круглосуточно приходится работать, чтобы реагировать на эти все инциденты. Ну и там, последний слайд еще раз расскажу. Значит, первая тенденция, количество массовых угроз идет на спад, и эта тенденция еще раз, нескольких лет, и отскок, который мы сейчас получили за последние несколько месяцев, вряд ли он его исправит. Обратная тенденция, это то, что количество сложных угроз идет на, как бы растет, и это тоже тенденция, которая за последние несколько месяцев не изменится. Угрозы становятся ли совсем сложными, ли совсем легкими? Ну, смотрите, совсем сложные это реально АПТ, и атаки, которые длятся больше 10 лет, это реально сложно, а легкие, это те же самые телефонные мошенничества, тоже те же самые фишнговые атаки, ну и так далее, их становится больше. Есть отдельные прецеденты такие, что если раньше мы видели какие-то популярные атаки в одном регионе, и они успешные, то они потом мигрируют на другие регионы. Ну и, собственно говоря, там тоже самое телефонное мошенничество, оно очень популярно везде, и дальше просто идет такими волнами по миру. Соответственно, вот сейчас эта волна докатилась до нас, соответственно, например, по другую часть Атлантического океана она идет на спад, ну и дальше получаются вот такие вот волны то туда, то сюда. Соответственно, есть там те же самые шифровальщики, у которых был бич в России, так блокираторы и прочее, был бич где-то в 2011-2012 году, сейчас пошел на спад, в Европе пошел на рост, ну в общем, такие вот волны, которые катаются по шарику, это тоже такая замечательная тенденция. Ну и, собственно говоря, действительно карантин ввел свои коррективы, есть большой-большой отскок, ну и самое главное цифры повторили, то есть количество фишинга и мошенничества в интернете увеличилось в два раза, количество шифровальщиков увеличилось, ну, смотря, что за шифровальщик, смотря, что за регион, на четверть максимум, ну и, если говорим, общее количество пользователей, которые столкнулись с угрозами в интернете, это прям плюс 6%, учитывая, что это там было 20%, стало 26%, это достаточно многое, ну и так, напоследок, пример действия злоумышленников, есть такой шифровальщик, называется Шейд, и вот он, например, несколько недель назад, он выложил, например, 750 тысяч ключей, то есть, сами выложили, никто не заставлял, для расшифровки пользовательских данных, учитывая, что каждый ключ стоит 200 долларов, получается, что злоумышленники просто вот так вот, по причине того, что, ребята, забирайте эти ключи, они нам больше не нужны, мы теперь не атакуем обычных пользователей, мы теперь атакуем, значит, большие компании, вот этим самым, как бы, действием они выложили просто на GitHub 10 гига рубля, ну, то есть, это очень большая сумма, и еще раз показывает тенденцию о том, что люди, которые обкатали свои технологии на обычных пользователей массово, они начинают таргетировать уже интернести компании. Спасибо большое. Спасибо большое за презентацию. У меня сразу вопрос по ней сформировался. Правильно мы понимаем, что сейчас основной тренд, да, это в связи с тем, что очень сильно вырос, выросли компетенции черного рынка, назовем так, они развернулись со стороны массового сектора в сторону корпоративного сектора, там денег больше, да, и в связи с этим и сложность атак растет, уменьшается их общее количество, потому что, ну, зачем целую страну атаковать, когда можно атаковать два-три предприятия, которые в три раза больше отдадут. Правильно, да, то есть, такой тренд нас ждет в будущем, он будет усиляться. Совершенно верно, ну, если говорить про, ну, про банковскую, например, терминологию, есть физики, есть юрики, соответственно, у физиков денег нет, ну, есть, но мало, а вот у юриков их поболее, соответственно, их можно, их выгоднее атаковать, да, собственно говоря, там экономика и в этой, и в этой системе, она абсолютно работает. Законы рынка работают во все стороны, понятно, услышал вас. У меня вопрос к Дмитрию Иванову для продолжения дискуссии, вот смотрите, поскольку действительно все предыдущие спикеры отметили, да, то есть достаточно большой переход на удаленку, да, использование новых технологий, которых раньше не было, как вы считаете, да, то есть будет ли этот тренд, который сейчас, ну, приобрел некий толчок, некий импульс, да, переход в облако, переход вообще к облачным технологиям, будет ли он продолжаться? И с какой скоростью, на ваш взгляд? Добрый день, коллеги. Я представитель той категории предпринимателей, которые называют малыми предпринимателями. У меня изначально бизнес, свой бизнес по проектированию, проектированию строительных объектов, в основном мы ориентируемся на проектирование крупных гостиниц, и была в определенный момент в процессе нашей деятельности задача перевод сотрудников на постоянную удаленную основу. Это еще до коронавируса. Соответственно, необходимы нужны были новые инструменты, чтобы хоть как-то контролировать сотрудников. Эти инструменты потянули за собой и вопросы безопасности в том числе. Потому что изначально на рынке комплексных систем, которые бы закрывали задачу нормальной работы сотрудника, переведенного на удаленку, ну, откровенно говоря, нет. Есть какой-то набор инструментов, они делают какие-то частичные задачи, но задача моим сотрудникам, которые занимаются обслуживанием офиса внутри, была поставлена таким образом, чтобы человек, приведенный на удаленную работу, никак, ничем не отличался от человека, который сидит в офисе. Тем самым появилась, в общем-то, идея развить эту систему, сделать отдельным продуктом, который мы начали тестировать на наших заказчиках. То есть, мы строим объекты, объекты запускаем, а потом эти объекты необходимо кому-то обслуживать. И зачастую вот те вещи, о которых вы говорите, для регионов это довольно сложная вещь. Найти специалистов там в в сфере информационной безопасности в регионе фактически невозможно. Нет просто людей, которые в этом хоть что-то понимали. А собственники, которые, собственники бизнеса, вот категория бизнесменов, относящихся там средний и малый бизнес, у них в глазах только продажи. Они не задумываются никогда о штате специалистов, которые необходимо подготовить, о каких-то рисках. Вот вначале мы заработаем деньги, а потом будем разбираться, что там, кто делает, как это все происходит. Проблема есть и она очень существенная. Поэтому переговорив с нашими коллегами, с нашими заказчиками, которые занимаются отельным бизнесом, в основном по большей части наши заказчики побережья. Найти специалистов по компьютерной безопасности на побережье. Невозможно в принципе, их тут нет. Вот сейчас я сижу в Сочи и фактически нету даже нормальных IT-специалистов. Те, кто были нормальные, они все уехали в Москву и сидят там у вас в Москве. Здесь в отелях, на каких-то производствах люди с базовым компьютерным образованием. Поэтому мы подготовили в процессе обслуживания самих себя, подготовили платформу, которая ведет постоянный дистанционный мониторинг рабочих мест с выдачей отчетности. И на этой же платформе развили, скажем так, интернет-магазин базовых приложений, базовых сервисов, которые на партнерском принципе подключаем других производителей, каких-то средств, чтобы у человека в голове формировался некий комплекс услуг, которые он может получить в рамках удаленной работы IT-персонала. То есть это и обслуживание. Мы посмотрели, что данный бизнес, он хорошо развивается сейчас за границей, категория MSP-провайдера. и до продажи соответственно тех услуг, которые мы можем поставить помимо наших работ по обслуживанию. И это довольно актуально. Сейчас клиентская база растет. Тем более, что многие компании, переведя сферы малого бизнеса, переведя сотрудников на удаленку, ощутили к этому вкус и интерес. Зачем не арендовать офис? большой, чтобы сажать людей туда, если они и так выполняют свою задачу. Как бы, вот я как собственник бизнеса, допустим, мне, если бы я не понимал, изначально не было у меня образования IT, я не проработал в компании Мегафон, занимаясь защитой компьютерных сетей порядка 10 лет, то мне бы этот вариант был бы очень удобен. и если у меня снижаются расходы на офис, расходы на какой-то обслуживающий персонал в офисе, я получаю какую-то дополнительную прибыль. В условиях пандемии любая дополнительная прибыль это уже в голове собственника плюс. пандемия пандемия сотрудников надо контролировать. такая тенденция. Были у нас уже кейсы про шифрование данных в отелях. Я могу сказать точно, что вот эта база данных бронирования, которая стоит в отеле на сайте, у нас есть информация практически по большинству отелей более-менее крупных в России. Так вот, за одну неделю порядка двух отелей страдают от шифрования базы. А шифрование базы это по сути дела мало того, что оно может быть зашифровано, так там еще и интересная информация на этой базе хранится вплоть до номеров кредитных карт. Но это как бы не афишируется. Но информация такая есть. Так что это вопрос очень серьезный и на уровне может быть крупных компаний это как-то решается, это есть продукты, они дорогостоящие, есть специалисты, которые обучаются. На уровне малого бизнеса вообще вот пустое поле. На этой оптимистичной ноте Дмитрий передает микрофон Виталию, видимо. Я просто вопросы себе помечал, то есть, ну, смотрите, Дмитрий, как человек, занимающийся безопасностью давно, я вам раскрою один лайфхак конкретно в рамках города Сочи. В Сочи раз в квартал собирается вся безопасность страны на достаточно продолжительный срок, примерно на недельку. Там у нас конференции, всякие тусовочные мероприятия. Не поверите, если безопаснику чуть-чуть показать в Сочи, приоткрыть все его дары, вы такую экспертизу можете получить, да, то есть, которую вам в обычных условиях даже купить не получится. Это первый поинт. Второй поинт, ну, наверное, вот я согласен с этой проблемой, что в секторе малого-среднего бизнеса у нас существуют проблемы компетентности. битвы за элиты никто не отменял. Я как представитель Headhunter очень четко понимаю, любую отрасль, которую мы бы не взяли, страдает от того, что элиты не становится больше, то есть элитарных сотрудников, да, то есть high potential, как их называют, да, поэтому крупные компании, конечно, стараются выкупать талантливый персонал, да, нужно придумывать, как это решать. Еще один лайфхак интересный про город Сочи. А в городе Сочи очень любят обосновываться ребята с темной стороны силы. Чилить, сколнышко, хорошо, потому что им удаленно работать вполне себе, да, поэтому, опять же, если хорошо знаете город, можно попробовать поискать контакты для чего? Для того, чтобы получить экспертизу. Не все из них, назовем так, совсем уж на черной стороне силы, иногда что-то светлое пробивается, и они работают с этим вопросом. Но вот у меня возник вопрос, наверное, к Рустему сейчас очень интересный, потому что, ну, вот как-то красной нитью везде прошло, что, такая тема, что, а как контролировать и стоит ли контролировать персонал на удаленке, особенно с помощью таких систем, как DLP. И тут возникают, ну, две вещи, да, морально-этическая, а стоит ли этот контроль все-таки осуществлять настолько серьезно, что пытаться каким-то образом контролировать в том числе и персональные ресурсы, потому что не все компании могут позволить себе передать какие-то девайсы, устройства для выполнения обязанностей сотрудника, да, и возникает, ну, у многих есть компьютеры, они пытаются реализовать свою работу с помощью компьютеров. Можем ли мы это контролировать? Должны ли мы это контролировать? Вообще, этически, да, то есть у меня больше этическая сторона вопроса, потому что технологически мне понятно, наверное, да, то есть этическая сторона вопроса, как считаешь, можно, нужно ли это делать? И где грань между нормально проконтролировал и уже совсем залез в лече? Да, ты знаешь, наверное, мой любимый анекдот про бизнес-этику, он очень короткий, и там, когда папа объясняет сыну, что такое бизнес-этика, он говорит, ну, представь, вот ты работаешь в магазине у дяди Изи, и кто-то на прилавке оставил кошелек с кучей денег, вот тут, сынок, и начинается бизнес-этика, должен ли ты делиться с дядей Изи, вот. Бизнес-этика, такая тема, у меня был в свое время инвестор, такой, бандитствующий в далеких 90-х, он все время говорил, что этические вопросы становятся техническими в тот момент, когда поставлены жесткие сроки, то есть у тебя есть задача, да, там, спасти данные, и, как бы, этику ты под это подгонишь, и это приблизительно 30-я дискуссия с начала карантина о том, насколько этично, для меня 30-я, насколько этично следить за сотрудниками, на самом деле, еще Байот, вот этот Bring Your Own Device придумал обычную, как бы, парадигму, которой сейчас пользуются все, ты хочешь, работать удаленно, ты хочешь получать доступ, как бы, отдай доступ к своему компьютеру, да, то есть, хочешь заходить в Salesforce корпоративный со своего мобильника, поставь себе MDM-агент, да, дай ему нужное разрешение, то есть, согласие сотрудников можно делать что угодно, человек сам хозяин своего этого, а сейчас получить согласие, в общем, достаточно просто, потому что, если человек не даст согласие, чтобы компьютер контролировали, он не сможет выполнять свою работу, через какое-то время он не сможет есть, да, то есть, это, в принципе, сейчас именно вот это, как бы, быстро полученное согласие получается от сотрудников, но, на самом деле, есть гораздо более щадящие способы, когда сотрудник со своего компьютера не работает там, со своими данными, да, ему делается отдельный профиль в его операционной системе, в котором стоит все, что нужно, но как только он из него выходит, его компьютер перестает контролироваться, да, и данные из одной машины на другую тебе перекинуть не можешь, либо это вообще терминальный доступ, который, как бы, ты работаешь на серверах своего работодателя, просто через браузер, или там виртуальный рабочий стол, так у нас работает, например, вся бухгалтерия, мы не стали париться, и не стали переносить финансовые приложения на реальные рабочие станции, просто мы подняли на серверах виртуалки, виртуальные рабочие места и бухгалтерия работают только через браузер, да, там в браузере стоит базовая защита, перед допуском она проверяется, что там еще, какие там фотки, никого не интересует, вот, поэтому, на самом деле, к сожалению, моему, как производителю DLP, спрос на DLP не сильно увеличился с удаленкой, да, решили все там организационно-техническими мерами, я бы с удовольствием там допродал еще раз какое-то количество агентов, но их на самом деле не очень много, вот, и я даже знаю компании, которые просто по домам развезли рабочие компьютеры, чтобы эту проблему как бы не решать, не у всех были ноутбуки, но были специальные газели, в которых там, у которых был список по адресам, и всем развозили, у меня вот сестренки так, она в нефтяной компании работает, она три дня не работала, зарплату получала, ждала, когда ей привезут тяжелый компьютер, который обрабатывает геофизические данные, потому что у нее не было денег купить такой мощный компьютер себе домой, а серверное решение не получалось, потому что канал должен был быть как-то бесконечный, то есть, в принципе, все обошлись без DLP, к сожалению, хотя я придумал такое клевое обоснование, как можно контролировать своих сотрудников, поэтому, если тебе надо, я тебе напишу прям кусок из приложения к трудовому соглашению, в котором человек соглашается на все и вся. Я тебя понимаю. Смотрите, господа, еще несколько вопросов, прежде чем мы перейдем к вопросам от зрителей. Рынок сузился, да, мы сейчас в новых условиях. Будет ли такая тенденция иметь место быть, как, в связи с тем, чтобы все перешли на удаленку, да, то есть многие, а рынок сузился, под рынком подразумевается экономика. Экономика мировая начала сужаться, рабочих мест стало меньше. Людей, которые обладают какими-то техническими знаниями, становятся с каждым днем радикально больше. Не все из них являются элитарными, тем не менее, многие научились Windows переставлять, это особенно молодежи касается, и у них совершенно другие моральные и этические ценности. Не будет ли роста, назовем так, представителей темной стороны силы, да, или все-таки технологические ограничения, то есть, объем знаний, который вам нужен, остановит этот рост, и мы все так же останемся в балансе, то есть, грубо говоря, плохишей не станет больше, не станет, они не станут более активными на рынке. Почему? Потому что, несомненно, то, что сейчас пугает больше всех, это некое будущее, его предсказать очень сложно, да, и рисуются, естественно, самые страшные картинки, все хакером раздолье, потому что большинство бизнесов просто потеряли свои контуры безопасности, пока они их перестроят, это пройдет достаточно большое время, а, как известно, спрос рождает предложение, ну и плюс, вот как в анекдоте про бизнес-этику, да, то есть, когда ты видишь, что кошелек лежит и понимаешь, что ты его можешь достать, да, у тебя возникают многие вопросы, не все готовы с этими вопросами вообще работают, в принципе, да, многие готовы просто взять кошелек с учетом экономического кризиса, и вот то, что, наверное, то есть, беспокоит большую часть управленцев, будет ли, нужно ли будет больше вкладываться в безопасность в связи с тем, что, возможно, потенциально будет рост плохишей, или все-таки плохишей не будет, вот, как Сергей говорит, у нас вообще тенденция к понижению идет, хотя, я честно, Сергей, я хотел задать вопрос, не является ли это тенденцией тем, что мы просто меньше видеть стали этих атак, да, и гораздо реже находить атаки, да, они стали сложнее, но их не стало меньше, просто атаки изменились, они перестали, то есть, основное то, что сейчас происходит, это кража персональных данных и их использование дальнейшее, перепродажа многократно, да, наверное, вот на эти темы я бы хотел с вами подискутировать, услышать ответы, поскольку меня они тоже интересуют и мнение профессионалов в этой области, оно безумно ценно. Я, Виталий, я могу так сказать, что эта тенденция, она связана с тем, что на самом деле происходит на улице. Плохиши, они занимаются плохими делами не потому, что они, значит, рецидивисты, значит, воры и так далее, они в основном, учитывая, что это все-таки люди с большим, с высоким активом, они занимаются это не от хорошей жизни. И все эти истории, которые, помните, 2000, например, я говорил про рост максимальный, там, 75% в 2009 год, например, вы помните 2008 год. Соответственно, люди, просто специалисты реально остались без работы, ну, работы нет, что делать, ну, а я умею программировать, а я знаю компьютерные системы и прочее. Ну, эх, была, не была, и пошел. Соответственно, то, что, поэтому еще раз, тенденция такая, и еще раз, это не только наши данные, это любой мировой вендор, который смотрит за эти тенденции, он все-все подтвердит. Опять же, есть официальные статистики, ну, если мы говорим про финансы организации, то есть, соответственно, финцерф, и все примерно то же самое. Опять же, есть статистика МВД, и все примерно то же самое. Поэтому, здесь еще раз, на количество инцидентов как бы влияет то, что происходит за окном. Что касается будущего, да, то, что произойдет. Да, экономика, как-то, рост, рост замедлился, да, как-то вот так говорят сейчас. Да, многие люди останутся без работы, да, количество, но если мы говорим про, если мы говорим про территорию США, например, что там количество людей, которые остались без работы, не найти специалистов, там просто какие-то, просто нереальные миллионы человек. и все эти люди, опять же, не от хорошей жизни, на мой взгляд, все-таки перейдут вот эту черту этики, и будет некий такой отскок на увеличение количества инцидентов. какой он будет, на сколько процентов, в какой области, вот, прямо сейчас не готов ответить на этот вопрос, но такой рост будет, еще раз, и а что делать бизнесу? Ну, смотрите, когда у вас есть какой-то магазин, а на улице толпа, который идет, все сжигает и все грабит, ну, как бы, можно все закрывать и увозить, можно все внести колючей проволокой, и дальше надеяться, что эта толпа просто колючую проволоку не снесет. Вот, что делает бизнесу. Соответственно, если посмотреть там новости о том, что происходит по другую сторону океана. Или срочно вешать табличку Пушкина на фасад здания, может быть, да, это тоже поможет на некоторое время. Поможет, скорее всего, да, я вот обратил внимание, что к нам присоединился наконец-то Алим Бешенов, у меня сразу к нему вопрос. Всех, безусловно, очень интересует, как изменились механизмы юридической защиты бизнеса, да, и как бизнесу сейчас вообще стоит себя с юридической точки зрения вести. Почему? Потому что многие... Ситуация нас поставила в такое положение, когда многие из ее деталей не описаны юридически, да, многие компании банально не знают, как правильно оформить юридически, то есть удаленную работу своих сотрудников, хотя такая практика есть. Что вы наблюдаете сейчас на рынке, с чем пришлось столкнуться к своей практике? меня слышно хорошо? Алло, алло? Ага. Во-первых, добрый день, вопрос услышал. Извините за то, что чуть-чуть задержался, потому что нахожусь в дороге, в командировку еду. Я стабилизировался в сигнале и вроде присоединился. Рад вас всех видеть. Что мы наблюдаем сейчас? Мы... Алло? Алло, алло? Да-да-да. Мы наблюдаем сейчас резкий всплеск такого рода преступлений и мы наблюдаем, что у нас, например, лично добавилась работа существенно в этой части. Я напомню, у нас есть практика такая в бюро защита от мошенничества и коррупции. Это проектная группа «Форензик», довольно важной частью которой являются, соответственно, ребята, которые занимаются расследованием гиперпреступлений. Соответственно, первая тенденция очень много. Я даже вам так скажу. Надо, наверное, отметить факт, что у людей абсолютно отсутствует чувство страха в сложившейся ситуации, потому что один из наших активов недавно был подвержен атаке и мы ее превентивно отбили, чтобы вы понимали, коллеги. Поэтому здесь вынужден констатировать факт, что чувство самосохранения у ребят, которые занимаются киберпреступлениями, оно на фоне коронакризиса, видимо, пропало от слова вообще. Соответственно, инструментарий на сегодня, как с этим бороться, что с этим делать с точки зрения прикладной юриспруденции, и с точки зрения работы ребят, которые занимаются форензикой во всех смыслах этого слова, профессиональных расследователей и хищений. Он чуть-чуть видоизменился, да, есть некоторые корректировки, по большому счету алгоритмы остались те же самые. Мы просто столкнулись с тем, что этого сейчас очень много и что как, ну, скажем так, как один из самых технологичных, да, видов преступности, быстро, быстро развиваются, собственно, наши оппоненты. Они вынуждены, точно так же, как, например, бизнес в конкурентной среде, они вынуждены очень быстро наращивать свои скилзы, наращивать, ну, скажем так, подходы, усиливаться вот в этих вот вопросах, да, и мы постоянно играем на опережение. Соответственно, здесь по большому счету подходы, они на самом деле стандартны. Мы говорим о таких довольно распространенных ситуациях, вполне для нас понятных с точки зрения расследования, когда кто-то вот украл и воспользовался электронной цифровой подписью, когда идет, ну, скажем так, такие простые моменты, вот идет отзеркаливание паролей и после этого получается доступ к банк-клиенту, например, к счету компании. Идет, собственно, поиск, идентификация слабого места в системе кибербезопасности, информационной безопасности периметра компании, после чего идет виск и через вот эту вот, ну, скажем так, брешь похищаются персональные данные компании. первое, что сейчас, ну, и так далее, да, первое, что сейчас делают представители бизнеса, подвергаясь кибератакам вновь и вновь, они пытаются тушить локальные пожары. Это когда инцидент уже случился, а в 9 из 10 случаев, когда к нам приходит клиент и говорит, у нас там случилось то-то, то-то, например, украли деньги со счета, мы не понимаем, кто это сделал и как, да, мы в итоге расследуем инцидент и расследуя его, констатируя те или иные юридические или юридически значимые или фактические обстоятельства, мы говорим клиенту, он сделал это тот с использованием такого-то инструментария в такую-то единицу времени с такой-то мотивацией, умыслом и так далее. Здесь более важно на самом деле другое. Здесь важно, здесь важен подход с точки зрения комплента, здесь важен комплайнс, это когда мы доверителю своему говорим, вот если ты не сделаешь свою среду комплентной и безопасной в бизнесе, вот это, что произошло, вот только что, вот это будет повторяться каждый день. И чем дальше мы в условиях коронакризиса будем жить, тем больше вот этого всего будет с тобой происходить. Соответственно, если короче и четче, первое, на что надо обращать внимание, особенно с точки зрения превентивности подходов, с точки зрения защиты от того, что еще не случилось, надо сделать среду в своем бизнесе комплентной, это касается в том числе информационной безопасности и защиты от кибератак, киберпреступлений. Это делается заранее, к этому привлекаются либо инхаус-специалисты, чего я, скажем так, редко вижу в бизнес-среде, когда у компании есть свои люди, которые этим занимаются на должном уровне, либо подключаются консультанты, которые в предупредительном, в превентивном порядке выстраивают комплентный периметр информационной безопасности в бизнесе и делают так, чтобы угрозы не реализовывались или реализовывались минимальных значений. Соответственно, это первое и самое важное. То есть, если мы говорим про рекомендации для наших коллег, которые занимаются бизнесом, нужно сделать экспресс-чек, ну, так называемую, скажем, форензик-диагностику своего периметра. Это когда, допустим, такие ребята, вот как мы, приходят вместе, например, с коллегами, представителями профессионального сообщества, которые непосредственно информационной безопасностью занимаются, это те люди, которые присутствуют сегодня с нами вместе в конференции. И мы вместе говорим нашему доверителю, вот у тебя вот дырки вот здесь, вот здесь, вот здесь, их надо срочно залатать, скажем так, извините меня за организм. После этого, это письменные документы, после этого мы, собственно, помогаем эти бляши, да, закрыть и сделать периметр устойчивым в компании. Второй момент, да, если угроза уже реализовалась, то здесь надо действовать очень быстро. Вы извините, может быть, я повторяюсь, и кто-то уже говорил те вещи, которые говорю я сейчас, просто потому, что я подключился поздно, но тем не менее, я повторюсь, потому что полезно. Надо действовать быстро, в скоростном режиме, и от этого в девяти ситуациях из десяти зависит то, насколько мы будем успешны в процедуре, ну, скажем так, восстановления справедливости финансовой, просто человеческой, любой другой. Соответственно, если мы действуем быстро, есть предельно простые алгоритмы, когда мы с точки зрения прикладной юриспруденции уже с этими вопросами работаем. В первую очередь это правильная, скажем так, правильная фиксация и их, ну, легализация, назовем это так, доказательств, следов, соответственно, которые подтверждают то, что случилось, то, что случилось. Мы доказательства эти фиксируем, кладем все это на бумагу, то есть пишем конкретные заявления, например, правоохранительные органы с четким пониманием, куда это надо продавать, каким порядком процессуальным это надо подавать. И, соответственно, потом обеспечиваем максимально эффективную реакцию на поданное заявление, максимальную, ну, скажем так, максимальную законность, обоснованность подходов, максимально эффективную работу. Иногда мы, ну, что греха таить, иногда мы, например, ребятам, оперативникам, часто такие периодически случаются, скажем так, ситуации, когда молодому оперу-уполномоченному мы немножечко помогаем, подсказываем, что вот здесь вот надо вот сюда посмотреть, вот здесь вот сюда посмотреть. То есть, а он уже непосредственно как официально уполномоченное лицо работает с материалом и быстро двигается в направлении раскрытия совершенного преступления. После чего, когда доказательства быстро, подчеркиваю, это критически важное слово в ситуациях, когда мы боремся с кибератаками, когда доказательства быстро собраны, когда произошел процесс их легализации, скажем так, мы ставим вопрос о возбуждении уголовного дела, как правило, это либо по факту, либо уже в отношении конкретных установленных лиц, что меня всегда радует, потому что это является критерием успеха нашей работы и скорости этой работы. После того, как преступление раскрыто и дело уголовное возбуждено, остается лишь проконтролировать, что тоже является очень часто проблемой в условиях сегодняшней правоприменительной практики в России в этой сфере. Остается только лишь проконтролировать, чтобы никто из этих жуликов, извините меня, я позволю себе, же организм, не соскочил, не избежал ответственности, не смог замылить какую-то, ну скажем так, какие-то вопросы, которые ему начинают задаваться в этой части, да, с точки зрения уголовно-процессуального кодекса, уголовного кодекса, чтобы мера наказания была справедливой с учетом того ущерба, который был нанесен, и чтобы лицо или лица, которые совершили преступление, были привлечены к установленной законом ответственности, неважно, гражданско-правовой в части возмещения убытков, уголовно-правовой в части привлечения к уголовной ответственности за совершенные деяния, и все это случилось быстро и в полной мере. Это по большому счету очень сжато. Это суть лично моей работы и работы моих коллег из проектной команды Форензи. Если мы говорим про статьи конкретные, чего очень много сейчас. Сейчас в первую очередь это мошенничество. То есть у нас есть четкое понимание, что в первую очередь нам, как правоприменителям со стороны защиты правопотерпевшего, в первую очередь выгоднее квалифицировать это как мошенничество, потому что мера наказания за мошенничество будет выше, нежели мера наказания за специализированные статьи, которые тоже присутствуют в Уголовном кодексе. Это, например, какие-нибудь 272, 273, допустим, статьи Уголовного кодекса и 274. В разных вариациях это неправимерный доступ к компьютерной информации, это создание, использование, распространение вредоносных программ и же с ними, и, соответственно, нарушение правил эксплуатации компьютерных сетей и соответствующих, ну, скажем так, хранилищ данных. Всегда, в первую очередь, мы квалифицируем, пытаемся квалифицировать это как мошенничество, потому что реакция принципиально другая следует после этого. Со стороны правоохранительной системы, со стороны, например, надзирающего за этим всем процессом прокурора и так далее. После правильной квалификации того, что случилось, в процессу квалификации предшествует процесс сбора доказательств и их легализации, напомню. Это очень важно. Вот на этом этапе очень многие наши коллеги допускают определенные типовые ошибки, которые потом не позволяют им двигаться вперед в процессе уже расследования уголовного дела. Так вот, в процессе квалификации надо, и это очень важно, также надо правильно избрать инструментарий, с помощью которого мы оказываем воздействие на лиц, которые украли электронную цифровую подпись и воспользовались, которые украли персональные данные ими воспользовались, которые вытянули из периметра компании «Инсайт» и воспользовались, например, по каким-нибудь котировкам или торгам, да, не суть важна. Если мы прошли процесс квалификации де-юре, того, что произошло, дальше уже остается контролировать своевременность, качество и, соответственно, подходы правоохранительной системы и их представителей для того, чтобы преступление было раскрыто и расследовано в минимальные сроки. Это принципиально важно. Я принципиально считаю, что наш уголовный закон и уголовно-процессуальный закон, они одни из лучших в мире. Соответственно, у нас всегда есть проблема в правоприменительной практике, в правоприменении на местах, особенно в регионе. Вот, к слову говоря, сейчас я еду в командировку как раз заниматься в том числе тем, что мы обсуждаем. Соответственно, это расследование мошенничества, это внутреннее корпоративное независимое расследование в бизнесе. Там очень много киберэлементов, к слову говоря. Так вот, у нас уголовный и уголовно-процессуальный закон позволяют надлежащим образом эффективно защищать бизнес от этих вещей, которые мы обсуждаем. У нас проблема в головах людей, в правоприменительной практике, в головах людей, которые этим уголовным законом и уголовно-процессуальным оперируют. Так вот, наша задача, как я ее вижу, как консультантов, заключается в том, чтобы обеспечить всеми возможными и доступными нам методами и инструментами максимальное внимание со стороны, например, оперуполномоченного, следователя, надзирающего прокурора, максимальную эффективность и своевременность их работы, чтобы они не на йоту не отклонялись от того курса, который прямо прописан в законе. Вы не поверите, если мы создаем ситуацию, когда закон просто начинает работать, который у нас уже есть в руках, насколько эффективно эти преступления расследуются. Вот как-то вот так вот, если в двух словах. Спасибо. Я бы хотел бы вопросы. Да. Спасибо, Алина, спасибо. Ну что ж, я тогда, наверное, перейду уже к вопросам из нашего чата. Первый вопрос, он, скорее всего, к Сергею рисован. Сергей, есть ли мультиплатформенные вирусы, которые работают в единой логической связке, например, Windows плюс Android? И, ну, второй вопрос к Алину, скорее всего, будет, точнее, вторая часть этого вопроса. Сергей, давайте попробуем ответить. Значит, смотрите, это штуки появились где-то так в году, как раз в 2009-2011. Там смысл был в том, что когда мы, например, в России ввели одноразовые пароли, которые мы получаем по СМС, или там включили 3DS, то есть до этого просто этого не было, то злоумышленники использовали следующую технологию. То, что, да, пароль от онлайн-банкинга получался с помощью кейлогера, который сохраняет нажатие на куриатуре на обычной. После этого человек заходил на сайт, онлайн-банкинг, у него, соответственно, крался этот пароль, однако не хватало той самой СМС, чтобы злоумышленники могли незаметно совершить хищение денежных средств. И тогда они, вымышленники, показывали просто окошко такое пользователю от имени банка, что, вы знаете, вам требуют обновить систему безопасности на андроиде. И под этим соусом пользователь ставил себе некую систему безопасности, которую, собственно говоря, эти СМС-ки крала. Сейчас, ну, то есть это достаточно давно появилось, сейчас обычно уже, учитывая, что компьютер становится все меньше, в основном весь этот функционал, и, опять же, банки появились уже просто на мобильных телефонах, соответственно, большинство хищений, которые производят в системе дистанционного банка, которые производят в обслуживании, они уже работают только на андроиде. Соответственно, история про Windows и прочее уходит летом. Тогда вторая часть вопроса, Алим, к вам. Какова статистика физической поимки злоумышленников, на ваш взгляд? Как работает МВД? Мы всю позицию, конечно, уже услышали, но я думаю, если несколько цифр или мнения расширить, будет супер. Алим, микрофон, будьте любезны. Сейчас слышно меня? Да, великолепно. Отлично. Во-первых, давайте констатируем факт, что раскрытием такого рода преступлений, сейчас только про раскрытие мы говорим, занимается не только МВД. Есть в ФСБ России в лице своих конкретных подразделений, есть некоторые аспекты раскрытия киберпреступлений, связанных, например, с иностранными элементами, где я, например, видел участие службы внешней разведки, например, очень прикладное и очень эффективное. Первое, констатируем факт, что этим занимается не только МВД. К сожалению, у наших ребят из МВД иногда недостаточно по объективным причинам инструментов, чтобы быстро раскрыть все эти истории. Поэтому мы, например, понимая, что вот это вот имеет место быть, то, что я сейчас сказал, мы иногда, ну, скажем так, более внимательно идентифицируем, куда мы подаемся, если мы говорим о том, что мы сообщаем о совершенном преступлении. В МВД ли мы подаемся в лице конкретных его структурных подразделений, либо мы делаем привязку и подаемся, например, в параллельную, в другую структуру, в службу. Так или иначе, мы разрешаем вопрос о том, кто будет заниматься раскрытием преступления. Это зависит от того, как это преступление, и мы об этом пишем, да, то есть кладем на бумагу все эти обстоятельства. Это зависит от того, как это преступление было совершено, в отношении кого, с использованием каких инструментариев. И, например, присутствует ли угроза национальной безопасности, да, ну, или так далее и тому подобное. То есть мы расписываем все эти вещи в конкретном заявлении, которое подаем и регистрируем. Теперь, собственно, по вопросу конкретно, который был задан. В общем, статистика сегодня по раскрытию киберпреступлений позитивно растет. То есть мы вовремя, мы, когда говорим, я подразумеваю, собственно, людей, которые с этим борются. Это не только расследователи хищений, которые, собственно, приносят эту фактуру, да, правоохранителям. Это и сами правоохранители. Вот эти все люди, которые противодействуют киберпреступности сегодня, они вовремя спрогнозировали ее всплеск и вовремя вооружились необходимым инструментом для того, чтобы от нее защищаться. Так вот, из-за этого, это и на уровне государственных политик, да, конкретно в этой части, и на уровне элементарного повышения экспертизы своей и прохождения обучения конкретными людьми, мы оказались готовы к тому, что будет всплеск киберпреступлений. И именно поэтому динамика в этой части, она позитивная, что не может не радовать. Это сработала элементарная нормальная человеческая логика, когда мы видим, что два месяца у нас происходит то, что происходит, да, с точки зрения вирусной инфекции, кризисности в экономике, и мы прогнозируем, что будет всплеск такого рода преступлений, и к этому готовимся. Подготовились, соответственно, научились каким-то новейшим подходам и технологиям, как с этим бороться, и сделали это очень вовремя. Да, спасибо, Алим, спасибо. Спасибо, мысль понятна. Да, и финальный вопрос на сегодня, зачитывая от Юрия Прослова. В изоляции народ, у которого остались деньги, подался на биржу играть на фондовом рынке. Какие дополнительные меры защиты есть для личных кабинетов? Всегда ли можно на защиту банка надеяться или другого оператора брокерского счета? Ну, я начну отвечать на этот вопрос, пользуясь правом модератором. Да, это вопрос адресован также мне, да? В том числе, он адресован всем спикерам, да, то есть любой желающий может ответить. Я начну, вы можете продолжить. Я рекомендую не играть на бирже, господа, да, то есть на биржу нужно идти осознанно прежде всего, да. Это не игра, это не рулетка, да, нужно четко понимать, владеть бизнес-инструментами, финансовыми инструментами, быть подкованным. Это как минимум минимальное базовое обучение в этом направлении. И тогда это не превращается в игру, а превращается в ваш маленький личный бизнес. В любом случае, доверять свою защиту, защиту своих ценных бумаг, если вы ими оперируете, да, то есть только банку или какому-то оператору, не очень логично. Береженного, простите, бог бережет. Поэтому нужно ознакомливаться с системами защиты, прописывать и не бояться прописывать договора, дополнительные условия, то есть сервис для вовремя, который вам, вас, возможно, обезопасит. И смотреть на реакцию в том числе оператора на эту тему. Я думаю, вот у Алима тоже есть что добавить, с удовольствием прослушаем. И обращаю внимание, что мы уже немножечко подходим к концу, то есть спрошу недолго. Я понял. Спасибо за корректное замечание. Смотрите, первое, что надо иметь в виду и о чем помнить, если вы хотите играть на бирже, коллеги, это то, что мошенничество совершается с опорой на, ну, скажем так, на страсти человеческие. Они у всех одинаковые. Это невнимательность, это спешка, это рассеянность, это жажда наживы, когда человек не слышит элементарные вещи или их не видит. Это все работает предельно просто. Это когда ты, допустим, не смотришь в адресную строку, когда у тебя запрашивают повторить пароль введенную. Я к чему это говорю? К тому, что если уж очень хочется играть на бирже, трейдерство, да, это такой же бизнес, такая же активность. Я знаю много успешных людей, которые на этом сделали капитал. Если уж очень хочется играть на бирже, ну, надо играть, значит, это здорово, отлично. Но только не надо забывать о предельно простых подходах, когда надо быть внимательным, когда не стоит торопиться, когда надо внимательно читать те документы, которые ты подписываешь, когда надо заглядывать в адресную строку браузера, иногда хотя бы периодически, и понимать, что там перед... Там, условно, там Сбербанк.ру, условно, там еще какая-то странная, странное какое-то исключение присутствует народное, и это вроде похоже на Сбербанк, но это не Сбербанк потом оказывается. Ну, скажем так, да, я сейчас, когда говорю Сбер, я говорю там утрированно. Потому что у меня не понимают неправильно в этом конкретном случае. Это общие подходы. Когда мы говорим про внимательность, про фокусировку на том, что нельзя допускать ошибку в такое сложное время, и про простые меры предосторожности. Если же что-то случилось экстренно, и констатируется этот факт, то надо просто сразу, не теряя времени, обратиться к людям, которые умеют с этим работать. Человек может, как минимум, поиграв неправильно на бирже, отвечаю Юрию на вопрос, да, и потеряв в моменте деньги, когда ему нанесен ущерб киберпреступлениям, он может, как минимум, сам пойти обратиться в правоохранительные органы, либо он может сделать это через консультанта, либо своего специалиста, который быстро умеет эффективно с этим работать. Так вот, как-то так, соответственно. Спасибо огромное за мнение, оно очень ценно, и вот я хотел бы отметить, что то, что вы рассказываете, на рынке пользуются большим спросом по одной простой причине. Многие безопасники могут найти мошенника или платиша, но очень немногие безопасники или люди, которые этим занимаются, могут довести это до какого-то финала, до решения юридического, нередического, до принуждения к конструктивным переговорам, в конце концов. По-разному. Ну что ж, господа, сегодня мы выслушали огромное количество мнений и замечаний. Я думаю, что в рамках текущих партизанского IT, такой партизанской безопасности, когда из того зоопарка, который у многих случился, нам приходится что-то склеивать, мы смогли дать какие-то советы и нарисовать некую картинку, озвучить проблемы, в том числе, безусловно, проблемы, которые есть у малого-среднего бизнеса с безопасностью. Я думаю, что эта конференция была полезна нашим слушателям, и они вынесли для себя и подчеркнули для себя что-то интересное, важное и нужное. Огромное спасибо всем спикерам, мне было крайне интересно с вами общаться, господа, и модерировать это. Виталий, а нам как было интересно вас слушать, и всех уважаемых спикер, спасибо огромное. Я думаю, что нам через некоторое время стоит вновь будет вернуться к обсуждению возможности отдельной площадки по безопасности в Ассоциации менеджеров, мы об этом уже много лет говорим, но еще раз хочу напомнить, что вот эти действия, они возможны только после принятия эффективных управленческих решений, про которые Ассоциация менеджеров регулярно старается сообщать коллегам в формате вебинаров теперь уже. Спасибо большое, уважаемые коллеги, спасибо Виталию Терентьеву, спасибо Алиму Бешенову, Сергею Балаванову, Дмитрию Иванову, Рустему Харитинову и всем нашим, конечно же, слушателям. Спасибо большое, хорошего дня, берегите себя, и до встречи на площадках Ассоциации менеджеров, пусть пока и в виртуальном формате. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok